Собрались прогуляться. Сегодня такой день классный. Смотрите, солнышко! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я утром проснулась и побежала в магазин. Сходила в магазин и иду в завтрак. Мы позавтракали после магазина. Пойдем скорее на прогулку. Но эта прогулка, она по делу как раз будет. Потому что такое утро, ну просто больше может быть не повторится. В этой песне есть только миг между прошлым и будущим. За него и держись, за этот миг. Ну вот, это к чему я начала. Это в магазин я пошла после того, как я посмотрела дочину видео. Она показывала, как они пошли покупать Алексу костюмы на Хэллоуин. Ну, чтоб он сходил, конфетки пособирал. Ну и я вспомнила, я же ездила к ним. И вспомнила, что когда-то давным-давно, еще когда Дуча здесь жила, мы с ней смотрели американские фильмы. И там показывали праздник Рождества, потом День Благодарения. И я вот, не поверите, мечта моя была оказаться в этот момент. Ну, именно в этот праздник в Америке. Ну и посмотреть, как все это происходит. Окунуться в эту обстановку. И когда я посмотрела это видео, я вспомнила, что я там была, и что всякие моменты в моей жизни были. Ну и захотелось, и она еще в этом видео сказала, что у нее была учительница Ирина Петровна, что она с ней занималась экибаной. Ну и естественно, и я тоже подключалась к ее искусствам. Как она говорит, мама-то мне все покупала. Да, мы и природный материал собирали, и много чего покупали. И цветы я садила специально, чтобы засушивать как там гельхеру эту. Ну и травки. И потом мы делали с ней картинки. Очень много дарили. Ну и я к чему? Сейчас же у нас тоже скоро уже будет и Новый год, и Рождество. И я к чему это все начала? Что мне нужны березовые ветки. Мне нужно сделать венок. Я понимаю, что в России не принято, наверное, делать эти рождественские венки. Но, может быть, это и не принято. Но, тем не менее, это радует глаз. Создает настроение, атмосферу какую-то праздничную. И мне это нравится. Может, вы меня поддержите, может, не поддержите. Но факт тот, что мне нужны березовые ветки, и мы пошли за ними. Вот. Какое было предисловие. Длинная, длинная присказка была. Да, здесь вот нравится мне. Растут длинные. А я шла сюда в надежде. Тут вы не поверите, сколько было шишек. Я думала, что я просто беру шишки. Мне они очень нужны. Вот такие вот. Тут прямо русло оно было. А вот что-то. На. Может, еще где-то едет? Может быть. Но я шла сюда. Знала, что здесь они едут. Вот, смотри. Все равно они людям не нужны. А мне они пригодятся. Я, как-то, дочь уехала. Сейчас расскажу. Ну, пойдем еще туда. Может, там что-то берет. Вон там, подальше. Тут уже собрали, наверное. Да никак не нужны. Они вот здесь вот в помойке лежали. Целый прямо вот в город. Нет, это мне не пойдет. Ну, пойдем, может, там что-то берет. Дочь уехала. Скоро 4 года. Думаешь, тебя слышно за этой собаки? Точно из-за этого бум-бум могут забанить. Придется обрезать там. На чем там я остановилась? Съемка идет. Съемка идет. Я что хотела рассказать? Куда что ехала уже? 4 года, да? Как? Наверное. И вот. И у нас до сих пор были коробки с ее вот этим вот природным материалом и всякими там цветочками, бантиками. Откуда мы только их не собирали. Из чего угодно. И все, что угодно. Заколочки какие-то. И я только-только начала от них расхламляться. Поэтому и пошла. У нас и были и шишки, и кедровые, и сосновые, прям и раскрытые. Я их вытянула в печь. Смотрите, сегодня снимать тяжело. Потому что солнце такое. Как будто лето на улице. Яркое. Хотя уже поздняя осень. Уже ноябрь. Через три дня. У нас какое. 27-ое, да? Нам надо к тем березкам. Попадем. Как пройдем? Я выключу. Ну, зачем мне включить? Ну, пойдем. Мы вам все без приукрас показываем, в какой местности мы живем. И вот, представляете? Дискрит тринадцатый. Солька пересмешивается. Посмотрите, что тут. Ужас. Мы тут давно не были. Да. Это просто ужас. Да уж. Превратили в помойку. Фу, какой запах. Здесь, да? Идти по дорожке. Наверное, пойдем. Местные власти, посмотрите, может что-то предпримите. Это водопитомник. Когда-то был. А теперь вот такая заросшая трава. Пойдем. Сегодня дочь утром с нами разговаривала. Ну, естественно, и внук тоже с нами разговаривал. Тут надо под ноги смотреть, а то на что-нибудь нарвешься. Поэтому я не смотрю в камеру. О, а вот это... А вот это помойку выливают из мойки. Тут у нас Мариера. Такая фирмочка есть. Которая моет машины. И вот сюда вот в поля выливают все. Нормально. Далеко здесь не надо. Вот тоже помойка. Ё-моё. Да. Пошли вроде бы. Такое хорошее настроение было. Пройтись. Мы когда-то гуляли здесь раньше с собакой. Тут было приятно. Даже хотя бы 10 лет назад по-другому было. Даже 5 лет назад по-другому было. А сейчас ужас какой-то. Не хочешь говорить, но будешь. Про власти да и про все это. Ужасно. Ой, смотри. А мы ездили, собирали. Это что, асфальт? Щеленка. Щеленка с асфальтом. Ну, а мы собирали на улицу. Так она сейчас замерзла. Понятное дело. Да, вот она. Вот она, конечно, набирали. Тут надо обходы делать. Да. У нас на улице жил такой человек. Я уже рассказывала как-то про него. Его фамилия Муравьев. Точно Муравей? Смотри. Бетон. Да. А мы куда-то ехать куда-то. Вот она, рядом все. Удивительное рядом. Нет, полезное. Это же полезно. Здесь тоже, смотри. Это же асфальт. Что это? Уголь. Нет, это не уголь. Это... Породовый. Это свар, да? Может быть, это асфальт такой спекшийся? Не знаю. Слушай, это выжигали. Аккумуляторы с аккумулятора. Аккумуляторы выбивали, не выжигали. Ну, выбивали. Да. Очень неприятно. Аккумуляторы. Не, вообще-то видео не об этом. Да. Я хотела просто рассказать и как бы сказать, что... Почему? Я хотела дальше продолжить эту тему. Тему Рождества и тему Крисмаса. Ну, не совсем как бы эта тема. Тема вообще семейных отношений. Вот. Я у своего зятя спрашивала. Сколько ты пропустил раз День Благодарения? Американского зятя. С родителями не отметят. Он говорил два раза. Один раз его не выпустили, потому что была плохая погода. Ну и с ним в город с родителем не выпустили. Тебя плохо наслышно, ты отворачиваешься. И он приехал на следующий день. А второй раз он был у нас. Как раз приезжал к нам в гости. Поэтому он не был. Знаешь, мне нужны вот такие ветки. И они должны быть длинными. Она же вот сломана. Нет, может быть просто вот здесь. А он пониже нельзя отрезать? Нет, мне не нужны. Мне нужны березы. Мне нужны березовые, а это не береза. Пойдем дальше. Вот там как-нибудь. Вот смотри, видишь висячие березы? Вот такие мне нужны. Вот такие вот длинные. Ну вот, ты же видишь? Вот это? Да. Ну понятно. Не знаю, теперь получится связано. Нет, у нас камера отключалась. Я хотела сказать, что так хорошо, когда ценят семейные отношения. И вообще ценят. Да, мы считаем, что семья это главное в жизни. Чувство друг друга. Любого человека. Если у человека нет семьи, то он неполноценен. Мое мнение такое. Даже деньги не заменят ему то, что… Деньги это… Это как… Как сказать… Придаток. К тому, чтобы семья была. Ну без них, конечно, херово. Ничего не скажешь. Но не самое главное. Ну почему меня так не ведет? Почему они очень высоко? Там где-то низко. То ли их обрезали. Как ты думаешь? Настолько лет. Ну да. Ну ничего, я думаю, что там… Ну и почему да. Вон Лариса кое-что нашла. Высокие березы. Березы это не кустарник же. Поэтому они дотягиваются тяжело до них. Ну у нас вот, где муравьев этот живет, там идешь и они вот тебе свисают в руки. А что мы туда не пошли? Ну… Здесь кому они нужны? А там кому? Ну там я не знаю. Аккуратненько ножничками подстригешь их. Подстригуют, так они вырастут другие. Так я про это и говорю. Ну просто пройтись сюда пошли. Ну вот с первым уловом меня. Мне еще повезет. Так вот еще нашла Лариса. И ты к чему готовишься? К Рождеству? Я не знаю, ты наверное отсутствовал, когда я рассказывала, что я хочу веночек сделать. Да я не понял к чему. То ли к Крисмасу, то ли к Рождеству, то ли еще к чему. Короче, к чему так новому годовику всего утра. Ну вот, теперь понятно. Вон береза хорошая. Вон береза хорошая, но до нее не дотянешься. Смотрите, какие висят. Вот смотрите, забрели мы уже в такую местность, где кончились дороги. Это вот буквально там в километре от нас. Даже меньше от нашего дома. Но здесь уже вот мусора меньше, людей меньше и мусора значительно меньше. Раньше было везде так. Во, набрали. Ларису настригу. Я хожу тут рядом. Да я не думаю, что я ущерб наношу природе. Если я обрезала аккуратно. Хорошо. Лариса вот настригу, думаю, чем же нам перемотать? О, вот чем. На дереве пакет валяется. Вот так вот. Да. Это Лариса предложила. Сейчас она меня троллит так, что я находчивый. Давай, подержу. Лариса такая язва. Да, есть маленькая. Троллит тебя. Юра говорит, вот скотч не взяла. Я говорю, да вон пакет висит, можно им. Ну, а потом на камеру говорит, Юра находчивый. Ну, не знаю, не хватит еще придем. Попробую его плести. А я дальше рассказываю про семью. Мы сегодня, не сегодня, а вчера, мне дочь показывает. Мама, смотри, мы Алексу купили коньки. А я говорю, Алекс, ты померяешь коньки, покажешь мне. Представляете, он ходил и побежал, как будто бы он у них родился. Надо же прям, бегает по дому. Ну, наш парень, короче. И дочь я себе купила коньки. И он ей говорит, маме, ты тоже одевай коньки. Мы вместе будем. И она тоже одела коньки. Он бегает и говорит, я сейчас догоню тебя. Я сейчас тебя догоню. Ну, я думаю, она покажет видео. Я Юре звоню и говорю, Юра, Алексу купили коньки. Короче, так и обрадовалась. А я помню нашей Насте, был один годик, да? И мы ей подарили коньки все ролики на годик. Так она так боялась этих коньков. Она их не хотела одевать. Кричала, помню. Андрей ее уговаривал. Ну, девочка есть девочка. Зато София и в ролики влазит. Ну, София, она уже вторая. Она смотрит, что делает Настя, то и София у нас делает. Ну, Настя сначала боялась. Как говорится, что крестьяне, то и обезьяне. Жалко, что они находятся на разных континентах. Интересно бы было, чтобы они общались. Конечно. Было бы классно. Да и нам, конечно, самим тяжело. Морально тяжело. Да и материально. Ездить далеко, да? Да, ну вот. Идем. Все, что папа я взял сегодня. Спасибо, доча, за палочку. Снимаемся. Так. Туда пойдем? Мы на выход идем? Ну да. То тогда вот, наверное, туда. Опять там. А, вот здесь же вот это. Надо вот здесь напрямую пройти как-нибудь. Через чащу лесную. Ой, нет. Вон там дома, видите. А что бы нет-то? Построенные дома. Давай попробуем, может пройдем. Ну зачем? А там как мы вылезем? Да вылезем потихоньку, давай. Это вот построили предприниматели, как говорится, средней или крупной руки. Настроили, здесь наворотили всего. Мелких-то уничтожили. А эти вот уничтожают нас потихоньку. О, мы находим даже здесь, в этой чаще, проход. Вот, скорее всего, видите, вот этот бруствер, вот этот, это на гребле они дорогу делали. Вот как все свалили сбоку, так все и оставили. А здесь сосают, смелись, смотри, идешь мягко, столько листиков. Ну, листиков и еще всякой параши. Так, вот туда, наверное, пойдем. Смотри, осторожней, глаза. Пробираемся сквозь чащу. О, как раз вот этот автомобиль остановился, который здесь шурует туда-сюда. Опа! Я выбираю дорогу, чтобы у Ларисы как можно меньше всего было. А как вылезем тут? Тут джунгли, эти, сибирские джунгли. Пошли вот сюда, вылезем. Так, а вот это у нас уже свалка начинается опять. Там упадешь, вот отсюда иди. Так, вот она, Лариса, по горам, по нашим тут местным. Так, вот эту дорогу делали. Видите, вот теперь вот людям мешаются вот эти машины. Гоняют с утра до вечера и ночью гоняют. Кто здесь раньше жил в тиши, теперь жизни не рады. Там соседи нам говорят. Мы уже не знаем, что делать. Они говорят, что они жаловались, где только можно. А воз и ныне там. Ну, просто люди рассказывают. Вот как можно было посредине дороги взять и нагадить? Вот знаете, мы здесь живем уже 24 года. 25 уже. Ну, 25. Тут осталось пару месяцев. Мы приехали в феврале месяце с Юрой в Барнаул. Ну вот, 20. Я вот задумываюсь, почему я, ну как бы сказать, помягче. Ну, не мой это город. Не знаю, мне так кажется, это не мой город. Кажется, что я вот... В гостях. Вот временно в гостях, да, здесь. 25 лет временно. И я когда захожу домой, закрываю калитку, то я дома. А когда я выхожу на улицу, и мне кажется, что я... Приехала куда-то. Куда-то. Вот-вот окажусь в другом месте. Ну, я, конечно, по сути, вообще мечтатель, честно сказать. Люблю помечтать. Поэтому, наверное, в моем сознании вот это переворачивается. А еще, скорее всего, вот, хотелось бы рассказать такую историю. Не знаю, получится. Юра быстро ходит. До конца рассказать, покуда мы дойдем. Но когда сюда приехали, ну, я рассказывала вот на двух видео, что мы сюда приехали, ну, какие сложности мы испытывали. И самое главное, одна из таких составляющих, сложных составляющих, было отношение соседей. Мы заехали в такой дом, где раньше этот дом был, во-первых, на четырех хозяев, хозяевов. И, ну, в общем-то, честно сказать, жили... Не хочу их отоздать, ну, кто там до нас жил. Ну, соседи привыкли к ним заходить и открывать дверь спинка. Стой! Не нужно было к ним стучаться. А может, время было такое? Им не нужно... Ну, я же не заходила, или у меня воспитание другое. Воспитание другое. Не нужно было стучаться, и просто брали, открывали дверь и заходили. Ну, и были такие некоторые моменты, например, я... Как вы знаете, приехали же с маленьким ребенком. Юра-то не была дома, а уже когда мои родители уехали, я одна, например, с двумя детьми, и люди заходят. Я, конечно же, не привыкшая тоже была закрываться на крючок. Ну, как бы сказать, почему ко мне кто-то должен врываться. Я так сама не делаю и ждала это от других. И, например, кормлю ребенка, а ко мне вваливают соседи. Не постучавшись, ничего. Ну, начали потихоньку исправлять эту ситуацию, что так быть не должно. И чуть чему еще рассказываю. У нас не было воды в доме. Там была скважина когда-то. И она заилилась, так как там люди не жили. И мы решили, как бы сказать... Водопровод был частный на нашей улице. Сами жители его организовывали, оплачивали и так далее. Ну, и мы хотели подключиться тоже к этому водопроводу. Тем более колонка была около нашего дома. Ну, прямо около нашего дома. Подключайся, врезайся и... Не колонка, а колодец. Колодец. И пользуйся водой, плати и пользуйся. Но не тут-то было. Мы же не хотели просто на халяву. Они с нас потребовали плату. Собралось собрание там около колонки. Там мы набирали воду на колонки. И пошел туда мой муж. И они, знаете, какую с нас плату потребовали? Они перевели все в хлеб. В стоимость хлеба. Вот мы, говорит, там заплатили такую-то сумму. А на эти деньги можно было купить там сто булов хлеба. И вы должны нам заплатить вот такую-то сумму. Каждому там. Еще и каждому там заплатить. Но мы... Ну, там были незазумные люди. Такие как, например, она сейчас жива, но она очень-очень старая. Марья Григорьевна, например. Ты помнишь, да? Она говорит, люди, вы что говорите-то? Ну да. Как это может быть вообще? Во-первых, мы пользовались этим водопроводом. Во-вторых, там, ну, много сложностей и так далее. Надо же его еще сдать было. Да. И этот водопровод был не сдан в эксплуатацию в водоканал. То есть, если порыв какой-то случался или что, эти местные жители должны были за свой счет делать, осуществлять ремонт. А мы хотели за свои деньги просто сдать его в эксплуатацию. Потому что, чтобы водоканал принял в эксплуатацию, мы должны были заказать технические условия и так далее. И нужно было это оплачивать. Ну, и мы предложили, что мы это оплатим. Вот и будет наша оплата, наш вклад. Ну, они не соглашались. Потом муж говорит, ну, тогда переведите стоимость спичек. Представьте, говорит, сколько спичек можно было купить на те деньги. Давайте, говорит, потребуйте с нас такую сумму. Ладно, про воду мы не договорились. И тут случается такой казус. Проваливается около нас земля. Побежал водопровод напротив нас прямо. А кто будет ремонтировать? Ясное дело, жители. Потому что водопровод-то частный. Бежит мы в гараж, не можем ехать. А вода-то бежит. Приехали. Ой, они все перекрыли. Воды ни у кого нет. А что делать? Ну, муж мой нанял трактор. И, короче, починили, заварили сварщики, выкопали все это. Люди все это сделали. За наш счет. За наш счет, да. Мало того, мне еще и технические условия заказали. Тут мы уже никого не спрашивая. Ну, как бы сказать, люди согласились. Вы такую работу провернули, такие деньги заплатили. Многие люди согласились, так будем говорить. Да, многие. Большинство. Многие так и были шокированы. Как так? На халяву досталось. Да. Ничего себе халява. Вот, кстати, этот колодец. Или как он там называется? Ну да, колодец. В траве. Пойдем быстрее. Где? Включи. Вот такая ситуация. Домой пришли, короче, за болтологией. Подожди, домой пришли. Надо же закончить. Вот такая ситуация, скорее всего. Смотри. Ну вот мы и пришли. Сейчас попытаемся дорассказывать. И вот, скорее всего, с такими ситуациями, а их была не одна, я, наверное, на улице и продолжаю быть в гостях. Вот поэтому. Не потому что я там не люблю кого-то или отношусь к кому-то плохо. А вот я перебью. Вот смотрите, Бориса, я поменял резину, а пока я был на работе, она их помыла. Вот то, что я показывал в видео. Немножко подносил я в этом году резину за свои глупости. Ну, я думаю, еще сутки говорю. Еще сезон отходит. На задние колеса поставлю. Еще она у меня походит. Ну, так вот. Вот. Рассказали мы вам еще одну историю. Однажды. Эпизод из нашей жизни. А вообще у нас много таких эпизодов. Но это, вот то, что я рассказывала, это не настолько задевает, насколько задевает, когда обижают твоих детей. И в будущем я расскажу, как относились к моим детям здесь вначале. Особенно к моему сыну. Поэтому без юмора, без семейной поддержки друг друга, жизнь совсем сладкая. Да, веселая. Ну что, всем пока. Пока-пока. До новых видео. Спасибо.